Итак, мы с вами продолжаем рассматривать так называемые вечные вопросы адвокатуры. У нас с вами было три вопроса адвокатуры, и мы остановимся на четырех. Будет всего четыре ключевых вопроса адвокатуры. Напоминаю, что первые мы с вами рассматривали вопрос о степени распространения власти Дисплинарного Совета на адвоката, например, преподаватель сидит дома в ВКонтакте и пишет матом на своей стене. Подпадает ли это под действие этики преподавателя? Да. Ну, вот, а если адвокат? Вот эта сфера, определить сферу, это значит определить, какие правила действуют. Это первый у нас был вопрос, вечный вопрос адвокатуры. Второй вопрос у нас был, может ли адвокат браться за все дела? Да, то есть, есть ли неэтичные, так называемые, дела? Дело Лохвицкого, например, известное. Мы определялись. Ну, все-таки, я так понял, что группа определилась следующими. У нас есть закон адвокатов, и закон их обязывает защищать любого человека. Это их долг, геонтология. И третий у нас был по поводу экономики и благотворительности. Да, юристы, это кто такой? Только судья. Судья, который творит правосудие, вот с этой финидой с весами. Или это человек, который за деньги решает вопросы? Ну, за деньги как? Он уж платит, понятно, да? Ведь судья не бесплатно работает, насколько я знаю. Вот, значит, вот как определить? Как определить с адвокатом? Адвокат – это вот тот, кто помогает обездоленным, или это тот, кто просто оказывает реческую службу? И сегодня мы с вами завершим четвертым вечным вопросом адвокатура. Он, как и другие вопросы, сложен, потому что не адвокаты сами его не все идентифицируют, что он такой есть. Но он лежит в основании поведения любого адвоката, потому что это общечеловеческий вопрос. И вопрос будет следующий. Адвокаты государства? Ну, у меня такая метафора, а государство – это лампочка такая, такой свет, который горит, греет, особенно пенсионеров греет, пенсии не дает, студентов греет, мне это бесплатно учит, ну, такое вот теплое, это теплое место. А адвокат – это такой мотылек адвокатура, которая порхает, ну, вот как бы мы сами за себя, начальников нет, но когда загорается эта лампочка, что делается с адвокатой? Адвокаты начинают к этой лампочке, там же тепло, там же хорошо, и они начинают к этой лампочке подлетать. Если они подлетят слишком быстро, ну, слишком близко, что произойдет? Адвокат. Ну, смерть адвокатуры. Если они будут слишком далеко, ну, что-то их туда тянет. Итак, два, две антиномии. Первая антиномия здесь – адвокатура отдалена от государства. Адвокатура – это что-то отдельное. Это что-то, что не только отдалено, но даже противостоит государству, государственной машине. Адвокаты как можно дальше. А другой – так, адвокат, ну, это как чиновник. Да, он же при государстве, но где был бы адвокат, если бы не было государства? Кто бы его… Судов бы не было, судов бы не было. Адвокаты где бы не работали? То есть, другая сторона, что адвокатура – это, ну, условно, чуть ли не орган государства. Кстати, в истории такое было в советском периоде. Был такой период, когда адвокаты были государственными. И вот до сих пор вот эти два полюса, рабу тянут, разрывают адвокатов, они не знают, знаете, такое бывает, вас что-то рвёт, а вы не понимаете, из-за чего. Вот адвокатов так разрывают, они не понимают, из-за чего, а вы теперь понимаете. Происходит ли вот из-за этого, из-за этого дихотомета. И теперь я нарисую вам те проблемы, которые реально сейчас у адвокатов есть, которые можно отнести или кто, или кто, или кто, или кто, или кто и часть. Адвокатская монополия. Вы уже знаете этот термин. Это когда адвокаты начинают требовать, чтобы только они представительствовали в судах. Сейчас это происходит де-факто и де-юро на стадии следствия, но у адвокатов есть идея, чтобы это было только, то есть все представительства и по гражданским делам было только у адвокатов. А в лучшем случае вообще было бы идеально, если бы вообще только адвокаты оказывали юридическую услуги. То есть никого больше нет, только адвокаты. Рейс, понимаешь, почему это относится к государству? Государство может ввести в эту монополию. И адвокаты постоянно вот так вот складывают ладошки и говорят, ну пожалуйста, сделайте так, чтобы мы только, чтобы больше никому не надо было идти только к нам, чтобы все к нам шли, чтобы не к иностранным юристам, не к вольным юристам, только к нам. Это государство. Понятно, что произойдет, когда государство водородит этот монополия. Адвокаты просто-напросто привяжутся к государству, они, государство потребует оплаты за эту монополию, как она требует с Газпрома, ну и так далее. Следующий обратив, я бы этот же список, это оплата назначенного адвоката. Мы с вами говорили о том, что есть такой институт, это назначенный адвокат. Когда у человека нет денег, ему предоставляет адвоката, кто оплачивает этому адвокату, светит ему государство. Но вы знаете, есть такая пословица, кто заказывает музыку, кто заказывает музыку, ну там что-то как с музыкой. Короче, кто заказывает, тот и владеет. Если адвокатов заказывает государство, значит, кто владеет адвокатами государства. Адвокаты приблизились к этой парадии. И третье. Копирование иерархии. Буквально так звучит. Копирование иерархии. Вы знаете, что наше государство, это жесткая иерархическая выстроенная система. Где есть вершина, есть слои, и они четко сухой, субчины друг друга. Так вот, современная адвокатура, она копирует иерархию государства. Вот буквально на прошлой неделе был принят еще поправки в закон об адвокатуре, которые увеличивали, усилили эту иерархию. Теперь у нас есть президент, федеральная палата адвокатов, который может снять, обратиться, ну, снять любого президента на месте. Вы помните, был такой случай, когда был Беслан, и в этом Беслане что произошло? Ну, помните, школу, взорвалась школа. Какая была реакция нашего правительства? Отменили губернатора. Ну, там логика, я до сих пор не понимаю логику. Ведь кто ответственный за терроризм? Ну, за борьбу с террористом? Федеральные органы. Федеральные или местные? Федеральные. А там накосячили какие орды? Местные. Террористом кто он занимается терроризмом? Борьбу с терроризмом. Значит, накосячили кто? Федеральные. А отменили кого? Местные. Есть логика? Меня тоже всегда удивляет такая вещь. Так вот, сегодня также выстраивается адвокатура по принципу государства. Есть лидер, и этот лидер держит всю систему под контролем. Понятно, кто подразумевается, кто будет держать этого лидера под контролем? Кто будет держать лидера адвокатов под контролем? Государство. Государство выстраивает под себя управляемого адвокатом. Это с одной стороны. С одной стороны, то, что тянет адвокатов к государству. Но есть то, что их отталкивает. Это сейчас очень мощно. Адвокаты, я общаюсь с адвокатами. Адвокаты очень сейчас отрицательно настроены. Ну, рядовые адвокаты очень. Они говорят, нет, 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 нет. Они очень дистанцируются от адвокатов. Итак, в чем это происходит? В чем проявляется? Сотрудничество. Сотрудничество. С органами. Было недавно дело, опять же, уже в этом году, по-моему, по весне этого года. Может ли адвокат привлечь сотрудников ФСБ для помощи своему доверителю? Он был спор. Разбирали. И я очень удивился, когда наши городские адвокаты говорят, нет. Никакой помощи, никакой. Да, может это помочь в данном случае, например. Какой был случай? Прокурор стал требовать у адвоката денег, ну, чтобы отпустить доверителя. Адвокат взял прослушку, с ФСБшниками связался, записал и прокурора посадил. Вроде бы все понятно, да, он помог своему доверителю. Но все адвокаты в один голос говорят, так нельзя. С госслужащими связываться нельзя, с ФСБ связываться нельзя. Другие способы применяются, но не связываются. Вот это четко видно. Еще что? Это корпоративное наказание. Есть конвенция о роли адвокатов или о роли юристов. Есть два номинования. И там написано, что государства обязаны создать на своей территории условия, при которых юристов будут судить сами юристы. Чтобы вывести юристов из-под контроля государства. И здесь у нас по закону, наш закон привели в соответствии с этим международным актом. И там так, наказывать адвоката могут только, вот вы знаете, комиссия, советы адвокатских палат. Через определенная процедура, но эта процедура не государственная. У адвокатов монополия на наказание своих коллег. Другие к нам не лезет. Государство не лезет. Мы сами накажем своих отступников. Ну, если они что-то там натворили или оправдаем. Ну и последнее, для синхронности, чтобы было третье, это упоминание о прошлом. Упоминание о прошлом. Я это нашел в рекомендациях о поведении адвокатов со средством массовой информации. Там так написано. Адвокатам, которые работали на госслужбе, не рекомендуете упоминать в своих досье, в своих материалах, что он бывший госслужащий. Ну, мы так называем это. Нечистый адвокат. Чистый адвокат, который со скамьи, со студенческой пошел на благотворь. Нечистый, который проработал где-то. Зачем такое ограничение? Чтобы как можно дальше адвокатуру отделить от государства. Понятно, что это ерунда, да? Я думаю, что и бывший госслужащий может быть прекрасным адвокатом. Он может быть лучше, чем чистый. Но вот это вот стремление оттолкнуться от государства, оно существует. Все по поводу адвокатуры и государства. Поэтому сложному вопросу. Сложному, потому что он не видит. Адвокат его не видит, но он присутствует, существует. Пожалуйста, какие есть вопросы? Нет вопросов? А что у вас под мотыльком? Про смешанные чувства. Смешанные чувства. Давайте поучить, да. А под мотыльком у вас такое слово написано? Под что? Под адвокатурой под мотыльком. Сотрудничество. Сотрудничество. Сотрудничество адвокат не должен сотрудничать с госорганами. Как черт от ладана должен от них дышать? Ничего хорошего от них адвокаты считают, ждать не кликнуть. В чем чувство? Ну, просто в том, что когда кодекс так превозносит адвокатов, то что у них нет ниже того зависимости, то что даже говорят, что это человек, но при этом это особый человек. И как бы, не знаю, как мне кажется, что адвокаты сами считают, что они никак не зависят от государства. Но видите, их тянет сюда. Да, их тянет, но мне кажется, что зависит от государства, ну, та политика, которая была изначально даже по кодексу, они никогда не будут именно полностью. Они как бы, ну, есть что-то абстрагированное? Видите? Их тянет сюда. Нет, я понимаю, да. Но есть, знаете, одна корпорация, которая полностью, как мы говорим, легла под государством. Юридическая, бывшая юридическая. Какая? Нотариата. А, нотариата. Да, нотариата вообще нет. Они фарде де юр независимы, но де-факто они, у них полностью уже, у них монополия. Полностью у них монополия. Они что скажет государство? Надо обвенчаясь и сына. Просто адвокатура потеряет себя, если они так же будут. Они-то видят. Они видят, не видят, а чувствуют, как вы говорите, чувства. У человека у них работает. Они говорят, нет, нет, нет. Не понимают, почему. Ну, нет. Они понимают, что они потеряют независимость и потеряют больше, чем они преобразуют. Да. 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 Да.